но время покажет пока не хочу давать никаких комментарий смотрите все в эфирах очень красиво и спасибо как дела дела отлично спасибо большое всем привет 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 как сергеем сергеем тоже все хорошо смотрите эфира и вы сами все узнаете давайте с вами о чем-нибудь пообщаемся скажите чтобы вам было интересно видеть в моем профиле какую информацию вы хотите читать обо мне может быть вы хотите знать обо мне какие-то факты что-то из моей жизни может быть вы хотите узнать что-то по поводу моих тренировок и гастрольной жизни давайте с вами немножко пообщаемся нашла мужчину на проекте смотрите эфиры если вы следите если вы следите за проектом дом 2 я думаю вы должны быть в курсе всего происходящего ничего нового я вам не расскажу привет тебе от юры кожакова ну можете мы тоже от меня привет передать хотя это не столь важно сколько ты весишь на данный момент я вешу 60 килограмм мой рост метр пятьдесят семь у меня очень большая мышечная масса я частично хочу сбросить мышечную массу не то чтобы я хочу я думаю над этим нужно мне это не нужно как стать такой же уверенной в себе как и вы а я уверен в себе нет ребята на самом деле у всех у нас есть свои какие-то комплексы недостатки есть конечно супер мега уверенные в себе люди им я могу только позавидовать но этому приходится учиться нужно просто принять себя таким какой ты есть нужно просыпаться утром смотреть на себя в зеркало и говорить о том что ты что ты лучший что ты достоин лучшего было бы интересно смотреть тренировки в твоей ленте но я конечно могу делать тренировки но дело в том что утром как правило у меня нет времени заниматься а вечером уже нет сил поэтому я редко тренируюсь и как бы снимать это не особо нет особой такой возможности постоянно вести съемок тренировок моих если конечно там хорошенько над этим подумать то можно что-то придумать я не думаю что это будет прям очень как актуально но в принципе попробовать стоит кого вы считаете самой крепкой пары проекта но на мой взгляд я выделяю сейчас на данный момент две очень крепкие пары которые я не знаю пример для подражания даже сказала это федор стрелков саней и настя с никитой манским я нравится ваши бабочки да нравится я но растягивал женской в смысле как когда я растягиваю женской ну я так по возможности занимаюсь ребятами кому это нужно было бы интересно узнать о фактах из жизни блин круто давайте тогда на эту тему я подготовлю для вас пост скажем так давайте 10 фактов обо мне подготовлю для вас в отношениях ребята я еще раз повторяю если вы наблюдаете за проектом дом 2 то вы должны быть в курсе всех новостей я могу вам сказать что мы с серёжей не пара все остальное вы увидите в эфирах всем привет я сейчас сижу и думаю 10 фактов 10 фактов обо мне что же я могу что же я могу написать в этом посте интересно так можно даже попробовать сделать опрос насколько правдивы факты и ложных угадать блин классные идеи кстати да это очень крутая идея по поводу 10 фактов то есть ну 5 фактов из которых будут правдивыми опять нет почему не пара наблюдать за проектом вы будете в курсе всего я не буду ничего рассказывать ты очень милая надеюсь у тебя все получится на проект спасибо большое я тоже на это очень надеюсь привет красотка как всегда прекрасно спасибо захару ухаживает за янкой ну они общаются мы все все-таки живем на одной территории где сережа а что такое скажи захар ухаживает за тобой я но они не вместе это понятно она говорит не ухаживает но они общаются мы все живем на одной территории мы все общаемся правильно так сережа в мужской наверное находите не знаю где но я наблюдаю за проектом вроде как вы целовались на лобном почему не вместе то да все правильно на лобном месте мы объявили себя парой закрепили все это поцелуем вот но в один определенный момент что-то пошло не так так что наблюдайте завтра из завтрашнего эфира вы все узнаете не жалеешь ли ты о приходе на проект нет я никогда ни о чем не жалею я считаю что все что я делаю я делаю абсолютно правильно это определенный опыт и определенный этап в моей жизни поэтому ресницы 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 да ресницы кого интересует реснички у меня свои я их не наращиваю что у меня все осыпалось реснички свои глазки свои бровки только сделаны больше ничего с усы и внешности не делать они они покажи ногти ой ногти у меня вообще сейчас ты его получается спасла блин ну получается что да получается что да потому что блин Потому что я думала, что у меня с этим человеком будут отношения, он мне был симпатичен, вот, но в один момент что-то пошло не так, человек показал себя совершенно с другой стороны, вот, и, ну, в общем-то, вы все узнаете, смотрите эфиры. Так, покажи ногти, у меня ногти в ужасном состоянии, я сняла белый лак и жду запись на ноготочке, поэтому не буду показывать, ногти у меня в ужасном состоянии. Покажи, пожалуйста, комнату, вот, пожалуйста, наша, наша комната. Очень интересно наблюдать за тобой, ты яркая и очень эффектная, спасибо. Тепер глаз шикарный, спасибо, глазки у меня зеленые. Так. Так, 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 он обманул тебя, мне, мне, я очень рада была за тебя, спасибо большое, если те, кто меня поддерживает, да, он меня обманул и поступил по отношению ко мне не очень красиво. Развязку всю вы можете посмотреть завтра в эфирах. Но я не унываю, жизнь на этом не заканчивается, все хорошо, все прекрасно. Ты же вроде встречалась с парнем, почему не заселились? Потому что наша история очень быстро закончилась. Тогда получается, что вы с Сережей парой? Нет, мы с Сережей не пара. Будь счастлива, спасибо. С кем ближе всего общаешься, из девчонок или мальчишек? Я очень хорошо общаюсь сейчас практически со всеми девчонками в женской. Мы достаточно хорошо все общаемся. Чаек вон Мариночке сегодня сделала, Марина себя не очень хорошо чувствует. Из пар я очень хорошо общаюсь с Настей Никитой, с Игорем Юлей, что касается пар. С Аленой Рапунцель, так бывает, общаемся с Настей Голд. Да вот, пожалуйста, смотрите, вот комната, собственно, это еще пространство. Вот, 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 вот зеркало, в котором я сижу. Привет, как дела? Спасибо большое, все вообще замечательно. Захар и Яна помирились? Нет, не помирились. Хотел бы полететь на острова, да. Мне было бы интересно слетать на острова, посмотреть, как там, что. Там совершенно у них другой распорядок дня. Там у них достаточно тоже все интересно. Да, мне было бы интересно там полететь. Вот. Так. Так, так. Приветики, пистолетики. Скажите, пожалуйста, что бы вам еще было интересно посмотреть в моем блоге? 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 Короче. Саша Чернова ушла в декрет, да. Сегодня видела эфир. Выпал у тебя черное сердце. Я аж расстроилась вся. Ну, давайте начнем с того, что это было... Было совершенно не то голосование, на котором можно было бы прям так очень сильно переживать и нервничать. Вот. Поэтому ничего страшного. Черные сердца иногда попадают. Если бы у меня, например, выпало черное сердце, когда было голосование Саленко, Блуменкранц и Татьяна Владимировна, тогда, да, тогда можно было бы прям очень нервничать и переживать, потому что тут бы был сразу ясен исход, что я, как одиночка, попала бы под большой удар. А это голосование не то, на котором можно было бы прям так вот нервничать и переживать. Есть ли симпатия кому-либо, кроме Сергея? Нет, я одиночка. Мы с Сережей... Мы с Сережей не вместе. Я еще раз повторяю. Завтра опять будет сложно проснуться. Да, там не такое бывает, но надеюсь, что завтра будет намного проще, потому что все-таки вчера вечером я хорошо поела, а сегодня я вообще не ужинала. Вас отпускают домой? Да, по договоренности нас отпускают домой. Нужно договариваться. Если есть в этом необходимость, то да. Надеюсь, почаще будешь историю выкладывать в Инстаграм. Блин, ребят, я очень стараюсь, правда. У меня не всегда просто хватает времени, потому что утром времени катастрофически мало. Вроде бы ты просыпаешься, нужно столько дел сделать. Вот. В первую очередь проснуться, да. Вот. Блин, у меня такой разбитый телефон вообще. Кошмар. Мне так на него страшно смотреть, поэтому мне бы хотелось ездить домой и уже починить моего бедолагу. Ты же вроде работала... А кем? Я работала администратором. Я не буду произносить название, ничего, потому что, блин, я не... Это как уже реклама будет выглядеть. Я ничего не рекламирую. Попробую... По поводу истории я... Блин, я очень стараюсь выкладывать чаще истории, но у меня это не всегда получается. Мне бы было очень интересно узнать ваше мнение, что бы вы хотели видеть у меня в блоге. Какая бы информация вам была интересна, возможно, полезна. Может быть, информация по поводу взаимоотношений, может быть, какие-то посты по поводу мотивации, как полюбить себя, например, да, как принять себя, ну, что-то такое. Не знаю. У меня, на самом деле, очень много разных мыслей, и я не могу сосредоточиться именно на одной. Поэтому мне нужна ваша помощь, чтобы вы писали мне, что бы вы хотели видеть, когда я уже буду сосредоточена на одной мысли. А так у меня получается вообще дисбаланс какой-то в работе. Захар бегает за Яной хоть или ему все равно вообще? Ну, вы у него спросите. Это их личная жизнь, я туда не лез. Они общаются. Я скажу так. Если участников путем голосования отправляют домой, могут ли они вернуться на проект через время? Слушайте, вообще чисто теоретически нет. Если человек ушел домой, то он ушел домой. Он может вернуться на проект только если он был яркой запоминающейся личностью. И если там, например, кто-то находящийся в проекте, там, я не знаю, влюблен в него, не знаю, разные ситуации бывают в жизни, но в любом случае я знаю, что участники некоторые возвращаются, яркие участники, да. Вот, поэтому такие случаи были. Как относишься к негативным комментариям? Никак. Абсолютно никак. Мне вообще плевать. Мне абсолютно плевать на какие-то там комментарии. Негативные комментарии. Ну, а те, что приятные комментарии, конечно же, мне очень приятно их читать, смотреть. Как Яна с Захаром? Да я не знаю, спросите у них. Уход за лицом. А, уход за лицом. Как я ухаживаю за лицом? Ой. Ну, у меня, конечно, уход за лицом такой себе, не скажу прям, что я прям как-то очень сильно ухаживаюсь за своим лицом. У меня, в принципе, кожа в очень хорошем состоянии. Я просто пользуюсь, чтобы смыть макияж, я пользуюсь гидрофильным маслом, обычной умывалочкой. Раз в неделю делаю скраб, раз в неделю делаю пилинг лица. Пару раз в неделю делаю ночную маску для лица. Вот. И, конечно же, пользуюсь еще вот такой вот сывороткой. Это коллаген, очень крутая, баночка большая, расход на нее небольшой, то есть очень хорошо так хватает. Либо какой-нибудь обычный увлажняющий крем. Да, конечно. Бери, не спрашивай. Как у вас, Сергей? Никак. Как решилась пойти на Дом-2? Я уже рассказывала об этом, это было достаточно спонтанное решение. Я смотрела сериал на ТНТ-премьер, выскочила реклама, то, что Дом-2 ищет новые лица. Я просто перешла по ссылке, заполнила анкету, даже и не думая о том, что я, в принципе, могу сюда попасть. Вот. Ну, а через пару дней со мной связались кастинг-менеджеры. Кастинг-менеджеры со мной связались, и буквально уже через пару дней я была в Москве. Лицо так блестит. Блин, честно говоря, я позанималась и еще даже не привела себя в порядок. Сдела прямой эфир. Захотела бы очень пообщаться с вами. У тебя все еще симпатия к Страхову... А, к Сахнову. Ну, блин, ребят, симпатия к Сахнову. Зачем стучаться в закрытые двери? Мне кажется, было бы интересный пост про любовь к себе, ну и, конечно, какие-нибудь видео с твоей тренировки. Хорошо, принято. Будем думать и стараться, чтобы вам было интересно. Так, мне кажется, выкладываю то, что подсказывает сердце, все понравится. Блин, честно говоря, просто когда очень много мыслей в голове, получается, что ты распыляешься и не можешь сконцентрироваться на чем-то одном. Поэтому я буду очень рада, если вы мне в этом поможете. Я сейчас выложу сториз, где вы можете написать то, что вы хотели бы видеть в моем блоге. И уже все зависит от того, сколько запросов будет на определенные темы. То есть тема тренировок, тема питания, тема полюбить себя, принять себя, что-то такое. Ну, какие-нибудь посты с мотивацией. Конечно же, я себя люблю, но есть некоторые моменты, над которыми еще нужно работать. Это очень, скажем так, такая долгая, кропотливая работа над собой. Нужно уметь себя принимать, ценить, любить, но не до такого, чтобы стать, скажем так, эгоцентричной личностью. Вот как-то так. Дальше. Рада была видеть Бузову и Бородину в жизни. Ну, да, ну, увидела и увидела. Я спокойно к этому всему отношусь. Все мы люди, понимаете, я не какая-то фанатичка. То есть, да, я вижу людей, я вижу успешных людей, и я безумно ими восхищаюсь, потому что они очень много работают над этим. Крепо, конечно, увидеть их в жизни, но я не какая-то там фанатичка, там, о-о-о, Бородина вузова. Нет, определенные они вызывают у меня восхищение, да, восхищение к творчеству, то, что они делают, то, как они разговаривают, то, как они мыслят, да. Ну, это приятно. Звезда, звезда, спасибо. Всем привет. Твои родители против были, что ты будешь на доме? Бабушка сказала, это твоя жизнь, ты вправе делать все, что ты захочешь. Ну, попробуй, если ты хочешь. Бабушка всегда меня поддерживала во всех моих начинаниях. При том, что я бабушке сказала уже только по факту, когда я уже уезжала. А маме я сказала уже перед своим заходом на поляну. Так получилось, что когда мама живет отдельно, мы с ней созваниваемся не так часто, ну, я не знаю, там, редко, может быть, там, не знаю, раз в неделю, раз в две недели, может быть. Вот. И так получилось, что я уже была в Москве, и вот перед заходом на лобное место за два дня я все еще говорила, что нет, мам, я там не дома, я там не могу. Ну, я ей не врала, вот, ну, скажем так, я ей не договаривала, где я просто говорила, что у меня нет возможности с бабушкой пообщаться и прочее. Вот. Ну, и уже перед заходом на поляну я говорю, мам, так случилось, что меня позвали на съемки в Москву. Я говорю, так, что жди, скоро увидишь меня на телевидении. Она такая, ты что, пошла на дом 2? Я говорю, ну, да, почему-то у нее сразу такие мысли пошли о том, что я пошла на проект дом 2. Я говорю, ну, да, мам. Она сказала, ты что, сошла с ума? Ты что-то полоумных, что ли, так мало? Или как же она мне сказала? Короче, что-то она мне сказала, что я ненормальная, ну, в такой, в шуточной форме. Мы с ней вместе потом посмеялись, она такая, что я тебя прямо в телевизоре увижу. Я говорю, ну, жди. Вот. Ну, на данный момент родители меня, конечно, поддерживают. С мамой я созваниваюсь раз в две недели. Что иногда, конечно же, очень печально. Вот. Но у нас все хорошо, у нас сейчас прекрасные взаимоотношения. Во сколько вы примерно ложитесь в пальцы? Да, пойдем. Каждый ложитесь в пальцы, во сколько он хочет. Но ты его игрушка, все, что хочу. Силен, Силен, а спой свой трек, вот этот прикольный, который мне очень понравился. Давай сыграем в игру, где правила твои. Я не знаю тебя, на меня не смотри. Мне не нравишься ты и твои друзья. Но внутри магнит, что-то манит меня. Я по полной дышу, использую лайв. Ты смотришь на меня, как на чистый кайф. Красно-белая река растекала за окном. Мы танцуем тебе, танцуем лавил. Ребята, на самом деле, Маринчик в страху у нас спит. Она у нас приболел. Наша сладенькая девочка, любименькая. Поэтому я могу конкурсовать вас. Я даже не знала, что эту песню поет Силена. Да, я об этом узнала, так как когда уже было на проекте. Я слышала твою песню где-то. Короче, я не знаю где, но я ее раньше где-то слышала. Вот. И я даже не знала, что эту песню исполняет у нас Силена. Вот. Поэтому. Захар на проекте, да. Покажи свою фигуру. Такая вот будет сейчас форма. Мне кажется, ты можешь начать с того, кто ты есть, факты. Потом плавно перейти к уверенности в себе и тренировку. То, как нужно любить себя и создать из себя то, что ты хочешь видеть в отражении. Да, 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 да. Безусловно, да. Пупсик, пупсик. Пошли, пупсик. Так. Ты никогда никому не говоришь о своих действиях. Конечно же, я не говорю. Зачем? Зачем раскрывать все карты? Вы же все это можете увидеть в эфирах. Ай, тут убиваюсь. Так. Мне кажется, тебе нужен мужчина постарше. Конечно. Меня, безусловно, привлекают мужчины постарше. Возможно, у меня сейчас связь будет пропадать. Какой твой любимый фильм, фрукт, сериал? Так. Любимый фильм, Гарри Поттер. Самый любимый. Любимый фрукт. Манго. Любимый сериал. Великолепный век. Какой твой рост? Метр пятьдесят семь. Красот. И спасибо. Чтобы понимали, что такое метр пятьдесят. Метр пятьдесят, да. Метр семьдесят шесть, метр пятьдесят семь. И вес. Вес у меня шестьдесят килограмм. У тебя почти три тысячи подписчиков. Да, совсем чуть-чуть осталось. Эх, Алина. Выросла из Арзамаса. Так они приготовились. Слушай, в Арзамасе. Удачи тебе в твоих начинаниях. Спасибо большое, Натюш. Удачи. бля читай пошла отсюда все за хрень еще вы мне тут будете претензии кидать вы чё обалдели смотрите эфиры заходите на официальный сайт и смотрите что что происходит ноги накачаны до как у вас сереже отношения мы общаемся всем привет так ребятки и ребятушки я вижу что к нам все еще присоединяются люди не получается у меня последнее время много stories выкладывать я думаю что завтра будет ленечко получше устраивать свою фигура да меня моя фигура устраивает мне нравится свое тело очень мило и спасибо дана пошла нахер и как тебя тут так пожаловаться на комментарии оскорбление пожаловаться на комментарии оскорбление все чокнутую писала пишет на поляну приеду и уделаю тебя приезжай мы вас ждем так сказать с распростертыми объятиями напомним напоем так вот лучше а тебе написали что ты красотка я правда уже ложусь спать но а тебе какие мужчины больше нравятся с растительностью на лице или без себе да ну не знаю мне нравится красительностью когда есть ухоженная борода мне нравится конечно я пришла стираться давай 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 начинаю стирка ты похудела видно но ноги не качаю я не качаю сейчас ноги вообще я занимаюсь только у меня упражнение на бицепс бедра это единственное что я делаю сейчас больше не делаю мне на ноги упражнение делать нельзя они у меня сразу быстро раздувается прям очень быстро вот поэтому упражнение на ноги я не делаю делаю только упражнение на бицепс бедра на плечи тоже стараюсь не делать особо никаких упражнений я стараюсь держать держать себя просто в форме подтягиваюсь отжимаюсь ну и конечно же больше всего не делаю упор на пресс ну и конечно же растяжка 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 еще раз растяжка я уже честно говоря прям сижу и норсом клюю надо идти в ванную и постельку так быстро ли подружилась девчонками и как они тебя приняли почему поначалу а поначалу я имею ввиду но смотрите когда я пришла пришла на проект конечно же приходилось находить коннект с девчонками вот конечно же нужно было время что вот короче смотрите конечно же когда ты приходишь только на проект очень сложно с кем-то подружиться прям сразу сразу вот поэтому все это приходится временем по мере того как ты раскрываешься как ты общаешься но на данном я хорошо общаюсь первое время конечно же тяжеловато потому что есть ребята кто уже долго общаются вот и приходится находить взаимопонимание вот алина это всегда шла своими тропами к своим мечтам и своим путем кто обидит кого куснем айда спать да я всегда обидевала своих целей ложись спать скоро пойду вселенной общаешься дать вселенная общаюсь селеном общаемся вообще очень хорошо она прикольная девчонка сейчас уже пойду спать не гоните все даже волосы какие у тебя параметры грудь 93 талия 67 бедра тоже 93 я практически там 90 60 90 но вот видите у меня и видите у меня просто тело спортивное да и талия широкая то есть она более такой знаете как квадратно и тело очень нравится сейчас я решила немножечко подсушиться чтобы быть более рельефный но посмотрим что из этого выйдет равно встаете вы наверно имели ввиду рано ли мы встаем ну мы просыпаемся где-то около 10 утра так примерно все устала я С кем общаешься на проекте? Со всеми общаюсь. Мы со всеми хорошо общаемся. Мы же живем на одной территории, как на ней общаться? 24 на 7 все вместе. Яна, скажи, вот как тут не общаться, когда мы все вместе? Невозможно. Вот именно, что тут невозможно не общаться. Тут все друг с другом общаешься. Когда вам с Сергеем дадут комнату? Наверное, в следующей жизни, когда я стану кошкой, ла-ла-ла-ла-ла. Кто вам вообще сказал, что мы с Сережей собираемся населиться? Мы с Сережей хорошо общаемся. Очень красивая пара. Спасибо. А в эфире все меньше и меньше людей. Кто-то у нас ложится спать. Все. Ладно, ребятки. Пойду я умываться. И в постельку. Ладно. Яна Бжинский спит. Яна с нами Бжинский. Яна Бжинский спит. Яна Бжинский спит. Яна Бжинский спит. Яна Бжинский спит.